Валерий Казахстан 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 чтобы не было мучительно больно что промолчал от молчался один единственный пример на сегодня итак смотрите как перемешано все при посадке сливы вносите удобрения посадочную яму не нужно внимание так как они частенько бывают причиной плохой проживаемости или гибели дерева вот надо что я так приятно удивлен приятно чуть не проследился совершенно верно вот добавить надо при посадке любого плодового дерева как то яблони груша слива абрикос вишни персик черешня не вносите удобрения в яму природа это не предусмотрено подробнее сейчас не буду мне просто понравилось что нашелся человек вот из тульской области фамилии не разобрать но почему я не стал полностью потому что дальше все извините дальше порка обрезка при посадке также не требуется также дерево начинает формировать через год-два после того как она хорошо приживется уважаемый тульчанин тулец или как там правильно разве может так всего нам хорошо приживется вы видели это чем пользуются девяносто девять процентов наших с вами ведь те кто желает самого роста прервать их один из сотни из тысяч остальные девяносто девять процентов все делают идут на рынок вот и вот без этой обрезки который будет не требуется требуется вот вот это вот мешанина такой полезный совет и тут же все испортили она не может хорошо прижиться изувеченные корни не могут дать достаточное количество чтобы туда в двухметровый саженец это средняя величина продажных саженцев полтора-два метра чтобы туда до самого верха поступала вода начинается болезни короткая смерть жизни еще и быстро смерть вот это вот а ведь редактора этого паха они уже давно знают меня вот у них уже начинается глотать валидол когда их вспоминаю нет не всегда добрым словом вот разве можно вот это было печатать пожалуйста редактора к вам обращаюсь пишите вот такие вещи вот не требуется когда человек четкое утверждение имеет причем вы знаете что требуется значит пожалуйста вот здесь вот не опоряжение нет а должно быть рецензия обязательно от меня все раз уж так меня любите дальше как сказки страшнее корневую шейку при посадке следует заглублять от пяти до сантиметров да я с вами согласен настолько слива любит влагу что она почти не боится почти увлажнение и даже корневой шейки да это я в свое время умудрился провести невольный эксперимент накопал штук 30-40 слив накопал я их чужих садах вот виде веника мне надо было расширять эксперименты землю дали 5 гектар виде веника все вместе и закопал весной они даже не вспомнил вспомнил где-то к июлю что вы думаете весь этот веник рос прекрасно рос прямо при копе несмотря на то что половина крона была под землей ниже уровня почвы в этого право беда то в другом беда заключается в том что вот так же как здесь при посадке слива надо было писать любого растения вот здесь надо было писать что любое вид дерево особенно абрикос особенно грушу включая сливу чтобы не давать повода людям заниматься ерундой не сильно надо писать не заглублять корневая шейка это все как вы копали так посадили это должно быть как знаете можно зубы не чистить но мы все равно детей заставляем чистить можно не умываться есть люди которые годами не умываются ни разу но это не значит что надо так делать а теперь что еще страшнее сказка же а если будет плохая совместимость подвоем ну да правильно раз уж почему я не быть если где попало саженцы берете то саженец перейдет на корни привоя но об этом вот я не художник надо будет как-то попросить помочь нарисовать потом действительно когда прививка ее глубоко закопать слива яблони обычно они чаще всего слива и яблони вот дают корни добавочные допустим закопали и прививка под сне под уровнем почвы и выше прививки будут дополнительные корни видите как здесь написано саженец перейдет на корни привоя но вот автор вот этой статьи не знает простую вещь которая простая но и не знает практически никто по крайней мере те кто учат закапывать выше какой-то полностью сгнивает подвой он не остается там с корнями потому что у подвоя имеется еще не некоторое количество такой участок между прививкой и корнями выше корневой шейки это нижняя часть штамба она сгнивает целиком вот и поэтому да саженец может не погибнуть перейдет на корни привоя а теперь смотреть в глаза ну-ка и так подвой полностью сгнил саженец растет а морозостойкость то вы откуда возьмете вот и когда вот плохая совместимость подвоем да пусть он сдохнет только потому что все равно домучить и потохнет позже вот это вот один из сотен а фотографии у меня сотни готовы мы будем отдельно если достаточно количество слушателей будет потому что не наболело такое впечатление что это миром правит дьявол такое творят вот ну пару слов буквально мы больше не будем продолжать не дарвина хотя от дарвина зависит в том числе наши сады тоже вот он любил мне нравится что что как откуда он такой владел информацией объективной гибридизации которую зачеркнули уже в двадцатом веке вместе с морганистами вместе с лысенко как так я ничего понять не могу откуда он столько знал и наверное он был все-таки садоводом вроде меня любителя вот то что написал человек и мне просто решил заступиться за него вот нет противоречия между божественным происхождением и дарвина вот здесь написал человек каким образом посредством ученик мог написать интересно да неправильное но очень большой наукообразный кстати он не наукообразный научный вот труд ведь современники говоришь этот молодой человек никогда не отличался с какими-либо способностями но точно про меня я тоже не отличаюсь способностями я вообще не учился не знаю чем он да два собака пара мне конечно с гением дарвина трудно себя сравнивать но тем не менее то же самое про меня писали помните какой-то металлург наполеоном называли так вот я сейчас скажу и больше к этому не возвращаемся итак если брать что сегодня атеизм править миром сколько бы не расшибали атеисты лоб когда крестят детей понимаете да дань традиции вот когда это самое когда напиваются даже великий пост и особенно в религиозном празднике то есть повод нажраться извините нажраться в смысле наесться еды и запить что это литрами алкоголя вот и все таки они все время забывают самое главное что противоречия между дарвинизмом и богословием нету потому что все настолько просто на земле появились готовые виды об этом знает уже чуть не сказал ребенок это самое биологии вот даже школьным можно что-то почерпнуть как я почерпнул готовые виды готовые немного их было готовые не земля их родила так того медведя который начал распространяться на север на юг на север поберел потому что там снег и лед на юг потому что почернел а у нас он бурый называется потому что она на это и он не хочет чтобы быть выжили те которые незаметно это слонялись по тайге бурой тайге приобрели бурый оттенок потому что патаганика то если ты будешь белый дичь вот это есть даркин и еще много чего и пингвин это дарвин все знают что это птица не летает все знают что страус птица дарвин что тут особенного то но это потом расползлось по всей земле может быть с одного паучка все началось а сегодня их то ли 200 тысяч или 200 миль то ли уже миллион этих видов до сих пор сосчитать не могут да расползлись только вот кстати научить их не это они не могли сами паутина она такая имеет форму что это самое в общем все приехали поняли меня да внутри того что создано богом внутри этого учение дарвина это только приспособление даже как я рассказывал яблоки огромные сливы огромная вишни огромные персики это самое там пол килограмм вот яблоки до килограмма все это было это потом расползлось по земле туда где это самое где все труднее труднее даже не одичание я же научил как можно вернуть это все и надо к этому идти даже не одичание приспособление под каждый климат под каждую пищевую цепочку под каждую почву приспособление что тут выбирать то вот дарвин гений было останется так но в это самое внутри божественной среды ничего особенного думаете это днк может могло создать из лужи вылезти это молекулы днк она в триллионы раз требует больше времени если вот так с липанием а если больше вообще невозможно она никак не могла родиться но уже готовая да немножко отличаемся родственники даже с растениями не зря они со мной разговаривают ну ладно а вот как началось вот это какой век то девятнадцатый что ли одобрено департаментом что этот человек безграмотный учил убивать деревни мы с вами открывали эту книгу помните учил убивать деревья да корни обрезать чтобы пышные были улучшить помните вот и в департаментах сидят такие же чуть не сказал кто у них на свете нет неудобно их матом крыть и что вы думаете сейчас вспомните эти дурацкие эти самые нужна ли вода или не нужна для того чтобы семечка это проснулась у меня ничего придумать не могут так ну что а это продолжение того или похожее письмо почему до сих пор в школе детей учат это лжи ну что я скажу ложность теории да есть такое вот что она на самом деле не ложная да она не ложная разберитесь разберитесь своей душе вначале поймите что душа и тело это две разные эти субстанции так спасибо большое за книгу так спасибо большое за книгу